Всем привет! Меня зовут Елена и вы на моем канале Живу-Вижу в Италии. Сегодня мы с вами идем на местный рынок. Он у нас передвижной. Приезжает раз в неделю, только по средам. И я хотела просто вам показать, как выглядит этот рынок, что там продается, какие товары. Ну и вообще. Привет, Аня! Значит, живу я в этом городочке уже 11 лет. Значит, не совсем в центре, немножко так... Ну и не совсем периферия, скажем так. Все в близкой доступности, в принципе, в пешей доступности. Вот здесь у нас почта рядышком находится. Как видите, справа вот это вот невзрачное здание. Вот. И как бы и остальные... Центр тоже недалеко. Сейчас мы пойдем вместе. Вы увидите. Рынок приезжает обычно в центре, останавливается перед муниципальным зданием. То есть это типа... Кумуна у нас называется. Муниципальное здание. Сейчас мы дойдем, я вам покажу. Так, вот здесь у нас такой перекресточек. Значит, вот эта церковь там виднеется. Да, вы, наверное, часто и слышите в моих видео, что звонят колокола. Это там у нас идут часы. Каждый час, каждые полчаса. Кстати, ночью они тоже стучат, отбивают часы. Три часа, четыре часа ночью вообще. Так, значит, здесь у нас почта. Я говорила уже, да, вот так она выглядит. Впереди, у меня много людей. Сегодня 1 июля, поэтому пенсии, выплаты всякие. И дальше вот здесь начинается школа. Это все вот школа спортивная у них. Здесь постройка, пристройка, спортивный зал. А здесь уже идет вот эта вот спортивная. А здесь уже идет сама школа. Центральный сейчас будет вход. И хочу сказать, что эта школа очень здесь у нас считается очень хорошей школой. Очень хорошо закомплектована всякими. Компьютерные залы там какие-то другие. Так сказать, как их назвать? Ну вот, что школьникам нужно, короче. Извините, не хватает мне. Лезутся слова, а не те. Так, вот. Значит, сейчас мы пойдем до перекрестка, который у нас получается идет в центр. И там всегда ставят, сейчас я вам покажу, перегораживают. То есть, центр отделяют. Там проезд запрещен для автомобилей больших, фургонов, там, автобусов. Только какие-то легковые машины, которые проживают, может проезжать. А так вот, видите, слева. Да, кстати, вот это у нас местный бутик одежды. Нет, там только один раз, наверное, что-то купила и все. Так, вернемся к нашему рынку. Вот, вот этот вот указатель. Видите, машина поехала, даже не забавилась холостом. Значит, отделяется с двух сторон вот такими преграждениями. С этой стороны и с другой стороны улицы. Что значит там рынок и уже ограниченные движения. Как бы с 7 утра, по-моему, там и до часу дня. До 12.30, до часу есть рынок. И нельзя проезжать тут автобусом и большим грузовым машином. Ну, вот это вот наша центральная улица, скажем так. Такие постройки невзрачные. Такое все старое, некрасивое. Конечно, сейчас красиво у нас построили. Очень много домов красивых. Где-то так на периферии. А это центральная улица. Где-то что-то реставрируется. Где-то что-то такое старое и осталось. Остается. Так. Значит, идем дальше. Вот там уже вдали у нас виднеется. Виднеется, виднеется наш рыночек. Сегодня, опять же, повторюсь, много людей. Это считается, что у нас много людей в центре, так как рынок все выходит за покупками. Ну, такое местное развлечение. К сожалению, еще есть ограничения насчет масок. Так, вот. Вот, 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 вот. Где-то здесь написано, что надо, когда мы заходим на территорию, так сказать, рынка, приближаемся к самому-то рыночекам, обязательно надевать маски. Вот. И не собираться кучками близко, держать дистанцию. Вот такое правительство объявлений. Поэтому, если мы сейчас шли без масок, думал, рынка сейчас оденем. Значит, вот такой вот, вот такие вот вагончики. Приезжают машины, разгружаются, выставляются. И вот, значит, что мы здесь видим? Одежду. Одежда тоже все... В принципе, видите, цены здесь 5 евро какие-то. Леггинсы, какие-то шортики, маечки. 5, 10, 15 евро. В общем, недорого, вы знаете. Можно купить что-нибудь, если так, на каждый день, или на работу. То, конкуренция хорошая, магазины. Ну, естественно, это никакая не марка. Никакая неизвестная. Так, где там сделано в Китае. Как все есть. Мы клепали китайцы в соседнем здании. Так, вот овощи. Вот такой греларок с овощами, фруктами. Какие-то цены. Может, вас интересует. Можете посмотреть, равнится вашими, да? Арбузик. Рубль 70. Ой, рубль 70. Какой рубль 70? 1 евро 70. Чем будем? Ого. Яблоки. Кожа. Евро 49 за килограмм. Опять же вещи. В общем, у нас рыночек очень маленький считается. Вообще малюсенький. Потому что в городах, которые побольше, там намного больше места занимает, намного больше приезжает разных прилавков, выставляется. То есть цены намного разнообразнее. Ну, а цены... Вот здесь вообще китайцы торговывают. Тоже вот у них такие вещи. 15 евро платишки. Красота. Так. Ну, у нас, видите, немного. С девушкой. Может, 5-6 этих прилавков. Вот с обувью такой огромный прилавок. Тапки, кроссовки, туфли, сапоги. Все, что хочешь, можно купить. Не знаю, как качество, но... Вот. Суньки, кошельки. Любой каприз. Так. Я обычно здесь покупаю... А, кстати, вот этот прилавочек с сыром. Да, сыр и молочные продукты. По-моему, не прошу, куда же есть какого-то из нас. Можно купить йогурты, яйца. Просто. Я это не покупаю. Все, кладочные супермарцы. Вот мой любимый прилавок. Овощи, фрукты. Чао. Боя. 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 Куда. Аня! Чао. Пuits. вот такие вот ухты овощи у нас это вот мой любимый прилавок там дальше тут же рядышком рыба такой выбор рыбы здесь у нас я тоже постоянно покупаю здесь прилавок сырой и уже сготовлен почистить сразу стекло буду лезть через прилавок пока не погонят но цены хочу вам сказать не дешевые здесь уже готовый готовая продукция жареные уши так дальше идем опять же вещи 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 все какие-то маечки шортики кофточки трусики здесь уже какое-то больше нижнее белье то есть и как видите всего понемножку так как у нас поселок очень много пожилых людей принципе удобно чтобы пришел нужно пообщаться в основном общается больше чем что-то покупает собираются кучками поболтать встречается такой момент встреч вот что тут у нас дальше и впереди газетный магазинчик журналы газеты справа не знаешь что это такое не догадаешься вот мы все и весь рынок мы прошли и заканчивается повернулся пойдем в обратную сторону так дальше покажу вам здесь у нас есть школа что я говорила начальные классы здесь вот школа начальных классов детки учатся как у нас например с 1 по 3 класс так естественно когда нет рынка здесь свободно ничего нет и пусто топор машин припакованы все так сейчас да так вот справа что я говорила наш наш муниципальное здание здесь у нас находится все документы какие-то дела все здесь решаются дом на квартиру женят разводят так сейчас мы подойдем тоже знаки миста лигамберите но не осталось эти на фиг если и все и в конечные и помню но Дальше наш пункт назначения это цветы. Как это так завелось, что я каждый раз на рынке покупаю какие-нибудь цветочки, хотя бы за 5 евро что-нибудь такое, чтобы у меня был букетик свежих цветов. Последнее время не покупала, потому что были розы какие-то свои. Теперь сегодня решили купить. Мне понравились цветочки, даже не знаю как они называются. Купим букетик за 5 евро. Здесь одна веточка стоит 1 евро. Дальше у нас веточке. 1 евро. Дальше у нас есть 1 евро. 1 евро. ну что же не буду с вами прощаться это весь наш городок как-нибудь покажу вам остальные достопримечательности очень рада была вас видеть на моем канале всего доброго пока пока